Недавно я показывал вам документ, который описывает, как работает интерфейс сайта. Называется это документ «Функциональная спецификация». Я показал, из чего он состоит и какими особенностями он обладает. И к видео с моим рассказом я получил несколько клевых комментариев. Давайте на них посмотрим. Вот один из них. Это же просто бизнес-логика, а где системная часть? Я задаю встречный вопрос. Думаю, что смогу ответить на ваш вопрос, если вы объясните, что такое бизнес-логика и что такое системная часть. Еще один пользователь присоединяется. Это даже не бизнес-логика, а текстовое описание работы пользовательской части интерфейса. Ну да, верно. А внутреннее описание работы всех задействованных систем, то, как они обмениваются данными, где эти данные хранятся и в каком виде, все это выходит за рамки компетенций проектировщика и делается обычно системным аналитиком. Тут ключевое слово «обычно». Ну и этот документ не на 40 страниц будет, а чуть побольше. Ну, на самом деле, у нас нет информации, как это делается обычно, потому что у каждого додика своя методика. И размер документа, он все-таки зависит от объема проекта и от того, кто работал над документом, и кто будет работать в дальнейшем с получившимся документом. Ну и финальный вопрос. Зачем тогда роль проектировщика, если есть аналитик и дизайнер? Хороший вопрос. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Проекты когда-то давным-давно делались людьми, которые в целом разбирались в разработке. Ну, технически это программисты. Это было что-то для избранных. Затем началось разделение труда. Появлялись проектировщики, дизайнеры, верстальщики. Специализация среди программистов началась. Я буду говорить за проектирование. В 2004 году оно выглядело так. Была профессия проектировщик, он занимался проектированием. И на выходе получалось техническое задание. Спустя 20 лет профессия разбилась на множество составляющих. Почему так произошло? Ну, в первую очередь из-за усложнения проектов. Теперь, чтобы сделать информационную систему, необходимо разбираться в гораздо большем количестве вещей, чем 20 лет назад. В гораздо большем. Специалисты, которые в состоянии удержать все эти вещи в голове, они закончились. И пришлось разделять труд. Ну, технически эти специалисты есть. Это те, кто росли вместе с рынком на протяжении последних 20 лет. И при этом все еще остались в рынке. Поэтому чисто статистически, да, они практически закончились. Хотя суть осталась та же. Этап проектирования нужен для того, чтобы передать программистам задачу в работу. И желательно в таком виде, чтобы им приходилось решать поменьше вопросов, не связанных непосредственно с кодом. Этой цели все так же можно достичь с помощью одного проектировщика и технического задания. А можно использовать весь арсенал профессии и технологий, доступные на сегодняшний день. Одностраничный сайт можно сделать самому на конструкторе. Равно как и простенькое мобильное приложение. А для простенькой игры уже желательно иметь дизайнера и программиста. А все это информационные системы, как вы понимаете. А вот для сайта посложнее уже понадобится UX дизайнер и программист, которому понадобится верстальщик. И так далее и тому подобное. Как вы сами догадались, если мы будем делать ERP-систему, то нам понадобится гораздо больше людей с разными ролями. Сколько людей будет в проекте и какие технологии они будут использовать, в каждом случае это отдельная история, которая в первую очередь зависит от самих людей и тех, кто их собрал вместе. А также от их понимания, каким способом им нужно достичь цели. Я, например, еще за всю свою карьеру не встречал ни разу двух IT-компаний или агентств или продуктов, у которых роли и методологии полностью совпадали бы. У каждого додика своя методика. В нашей профессии пока почти нет серьезных и обязательных стандартов. Ну почти, потому что уже какие-то госты существуют на проектирование, но кто ими пользуется и кто их читал. Да и как их введешь, эти стандарты, если отрасль развивается со скоростью взлетающего самолета? Через 3-5 лет старые стандарты придут в негодность. Так зачем на них время тратить? И вот каждый месяц появляются все новые роли и инструменты. Кто-то придумывает что-то клевое и новое и вводит это. Оно работает и классно. И вместе с этими ролями и инструментами появляются и люди, которые поработали в двух-трех компаниях, увидели несколько процессов, устоявшихся, и решившие, что вот это и есть истинная картина отрасли. В них это работает, значит оно везде работает. Но на самом деле с опытом это представление меняется. Появляется понимание того, что направлений много, методологий много, у всех все свое, у всех все по-разному, и главное, у большинства это работает. Поэтому в итоге не стоит остро реагировать, если кто-то, глядя на вашу проектную документацию или на какие-то другие артефакты из-под вашего пера в айтишке, скажет, что это что-то не то. Ну, если это, конечно, не ваш клиент или руководитель. Потому что подобные рассуждения, они бессмысленны без конкретного примера, без контекста. Когда нам понятно, что за проект делали, кто делал и что получилось на выходе. Поэтому в итоге я предпочитаю делиться своими методами, попутно рассказывая обо всем контексте. Ну, все, что не запрещено индей во всяком случае. И только так мои слова будут иметь какое-то обоснование и смысл. Чего и вам советую.